Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня на православном канале Экзегет мы с вами продолжаем наши беседы, посвященные тому праздниству, которое мы совершаем во всю эту седмицу, начиная с воскресного дня, который именуется Днем Святой Троицы и праздником в честь сошествия Святого Духа на святых апостолов. И вот такое двойное посвящение этого праздника, который также именуется еще и Пятидесятницей, Пентикостью, праздником 50-го дня со Святой Пасхи, именно в этот день сошел Святой Дух на святых апостолов. Мы также отмечаем его и как своего рода день рождения всей Православной Церкви, потому что именно в этот день, день сошествия Святого Духа на апостолов. Ученики Христовы приобрели те великие благодатные силы, благодаря которым сумели привести ко Христу все земные пределы вплоть до самых дальних. Так что и мы с вами сейчас здесь, вот в странах полуночных, как выражались древние авторы, совершаем то же самое празднование. В честь Дня Святой Троицы, в честь Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, как его ныне совершают и в колыбеле Святой Церкви в Иерусалиме на Святой Сионской горе, на Святом Сионе. Ну, мы с вами беседовали уже о том месте, где совершилось, так называемое, ветхозаветное явление Святой Троицы, ставшее образом, прообразом для многочисленных икон, в особенности очень любимых, почитаемых в Русско-Православной Церкви, иконографии, так называемой, ветхозаветной Троицы, которая отображает тот момент в книге Бытия, в Священном Писании, который повествует о явлении святому праотцу Аврааму, отцу всех верующих Святой Троицы, в виде трех ангелов. Здесь уже в таком символическом образе ему открылась великая тайна три единства Святой Троицы, трех лиц Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, которые являются одновременно и личностями, и в то же время едины в своем троечном, едином божественном существовании. Эта же тайна, но в намного более явном и таком ярком, глубоком ее выражении, явилась святым апостолом и в день сошествия Святого Духа. Осознав Святого Духа, который сошел на них как божественную личность, как Бога единого с остальными лицами Святой Троицы, Отца научились они почитать с детства, божество Сына познали в Иисусе Христе, и вот теперь им открылась тайна Святой Троицы в сошествии Святого Духа. Святые апостолы пришли к полноте богопознания и боговедения. И буквально сразу же начали свою богодохновенную проповедь. Проповедь, как мы с вами знаем, ознаменовалась также и тем, что святые апостолы начали вещать собравшимся на разных языках, причем на тех языках, которых они не учили. Так что множество евреев, пришедших из совершенно других мест на этот праздник, а также празелиты, то есть люди, которые относились по рождению к другим народам, числу греков, парфян, эламитов, для которых еврейский язык никоим образом не являлся родным, услышали проповедь, первую проповедь христианство на родном для каждого из них языке. И вот это чудо знаменовало собой рождение Святой Православной Церкви, которая объединила под своим благодатным спасительным кровом уже не только детей народа израильского, как это было изначально в продолжении многих веков существования ветхозаветной религии, но и открыла во всю широту двери для того, чтобы принять в свое лоно, в свои недра и представители любых других народов, а не только тех, кто родился в иудаизме или принял иудаизм как празелит. Итак, это великое чудо, как мы с вами знаем, произошло на Сионе. Что же такое Сион? Расскажем мы сегодня хотя бы немного об этом месте и его столь важных для нас святынях. Ну, вообще говоря, в историческом течении времени и изменении понятий, которое совершалось в течение этого долгого периода, Сионом на самом деле изначально называлась совсем другая часть Иерусалима. Сион, ну, по крайней мере, в том значении, которое вкладывает в это название святой пророк Давид, обозначает, собственно, тот самый город Давида, о котором мы как-то с вами уже говорили в нашей беседе, посвященный основанию царем Давидом Иерусалима, как общей столицей объединенного царства всех 12 колен Израилевых. И самое, наверное, парадоксальное состоит в том, что сейчас как раз-таки этот древний город, который являлся, собственно, Иерусалимом, находится вне пределов города Иерусалима как такового, ну, по крайней мере, вне пределов старого города. Он вынесен за стены, современные стены, которые окружают собой старый город, ну, что и считается, в общем-то, в первую очередь Иерусалимом, который делится на старый и на новый город. Итак, сейчас вот этот вот холм, Сионский холм, который представляет из себя южную оконечность храмовой горы, выдвигается уже за пределами храма, обрываясь такими крутыми склонами в лежащие внизу под ним такие теснины, ущелья, глубокие узкие долины. Вот это та, собственно, часть Иерусалима и называлась у Давида Сионом. Ну, также можно сказать, что это была и та вот восточная часть старого города Иерусалима, где Давид положил основание тому святилищу, на месте которого впоследствии царь Соломон создает храм, единственный храм в честь Бога истинного. И, собственно, храмовая гора также в понимании псалмопевца является вот этой частью этой самой горы Сион. Но постепенно название Сиона переносится на совершенно противоположное местоположение, часть города Иерусалима. Сионом начинают называть западный, так называемый, холм. Это такой отрок тоже того Платона, которым стоит город Иерусалим, тех вершин холмов высоких, которые находятся, ну, как можно понять из самого названия, к юго-западу от исторической части Иерусалима. Идут споры между историками и археологами, насколько давно эта западная часть начала застраиваться. Считается, что в основном строительство города вот на этом западном холме начинается уже в период так называемого второго храма, то есть с V-IV веков до Рождества Христова, хотя некоторые сейчас археологические находки позволяют утверждать, что и в период первого храма уже какие-то такие первоначальные попытки застраивать и обстраивать город Иерусалим со стороны западного холма также уже производились. Но во время второго храма, в особенности к моменту, когда Ирдом строится величественное сооружение храма в честь Бога Израилева на храм в Игоре, вот этот самый западный холм, он уже, в общем-то, приобретает статус и значение такого, ну, в своем роде фешенебельного района Иерусалима. Дело в том, что он находится выше всех остальных частей города, он расположен на такой возвышенности, соответственно, его сильнее обдували свежие ветры, туда не доносился в такой степени смрад от вот этих более низких и заселенных более низшим по статусу своему общественному населением города, где кишели всевозможные мастерские, сыроварни и всевозможные там эти мастерские кожевников, издававшие свой такой специфический смрад. Это все лежало в такой долине глубокой Терапион, которая отделяла восточные и западные холмы, ну, и, соответственно, храмовую гору от западного холма. Сейчас эта долина Терапион совпадает с современной улицей старого города, которая называется Эльват, то есть поток, улица Поток, улица Долины. И этот самый Эльват ведет практически, прямо по нему нужно выйти, в том числе и к храмовой горе, и к стене плачета, той единственной части, которая сейчас уцелела, сохранилась от некогда великолепного и поражавшего воображения строения царя Ирода. А чтобы жители западного холма, аристократы Иерусалима, священники, первосвященники, которые там жили, где там находились их резиденции, не пачкали свои дорогие одежды, свою дорогую обувь, а грязь и нечистоты вот этих лежащих внизу районов наподобие долины Терапиона по пути в храм, то для них был сделан такой специальный огромный мост, который вел прямо с западного холма, выводил прямо уже на саму храмовую гору. Сейчас от этого некогда столь тоже впечатлявшего своей архитектурной красотой и великолепием моста осталось только основание одного пролета, получил название арки Вильсона по имени того исследователя, библейского археолога, который обнаружил это место в ходе раскопок в XIX веке. Остальная часть моста была разрушена, рассыпалась, но сейчас мы можем хотя бы по сохранившейся этой арке представить то великолепие, которое когда-то представляло из себя вот это сооружение, дававшее возможность высшим слоям Иерусалимского общества спокойно шествовать над лежащим внизу, кишащим, так сказать, мельтешащим городом с населявшими его низшими, такими по отношению к ним, своими населениями. Они же спокойно проходили по этому мосту прямо на храмовую площадь. Вот по преданию именно вот в этой, так сказать, фешенебельной части Иерусалима в первые века, в первый век по Рождестве Христовым находились как раз-таки и резиденции первосвященников Каиафа и его тестья Анны, сюда привели спасителя для первого суда Симедриона над ним. И, в общем-то, это было такое место весьма важное, памятное в глазах первых христианских паломников, которые с любовью это место почитали, хотя бы уже потому, что здесь совершился первый суд над Спасителем. Но дальнейшие события, относившиеся к Сиону, еще более приукрасили его и превознесли его величие в церковной памяти, в церковном предании. Именно на Сионе находилась та горница, и, кстати говоря, по всей вероятности, это то же самое было сооружение, то же самое здание, где Господь встретил Пасху со своими учениками, прежде чем был предан в руки иудеев и римлян. Ну и в этой же самой горнице, по всей вероятности, на сытых апостолов сходит благодать Святого Духа в виде огненных языков, так что они начинают глаголовать этими прежде никогда не изучавшимися языками, пророчествовать и возвещать дивные и великие тайны Божии. И вот в таком качестве колыбели церкви православной, Сион столь глубоко почитался православными христианами, что его святыня пережила все последующие бедствия, которые обрушились на несчастный Иерусалим после того, как он отверг пришедшего к нему Мессию. Город был разрушен в первый раз войсками Тита и Веспасиана около 70-го года по Рождестве Христовым. Затем еще более страшное разрушение постигло его в 135 году, после того, как он был захвачен войсками императора Адриана, и фактически на месте Иерусалима возник совершенно новый город Эли-Капитолина, названный так в части императора Адриана, именем которого являлась также Эли. И из всего города до нашего времени уцелело всего лишь буквально незначительное число остатков каких-то древних сооружений. Но вот в числе этих самых сооружений автор 4-5 веков по Рождестве Христовым, Святой Отец, Святитель Епифаний, упоминает и небольшую церковь в честь сошествия Святого Духа на Сионе. Он пишет о том, что эта маленькая церковь промыслом Божьим, усмотрением Божьим пережила все гонения, все разрушения, которые постигли город Иерусалим. И благодаря той любви, которой ее окружали христиане, для которых это место было необыкновенно важным и ценным, она сумела пережить все эти страшные времена языческих гонений, которые уничтожали любые христианские памятники на своем пути. И вот эта древняя святыня была впоследствии перестроена, и на ее месте была воздвигнута величественнейшая базилика, на самом деле, наверное, один из самых величественных храмов Иерусалима. И базилика эта так и называлась – Агеосион, Святой Сион. Эта базилика под своими сводами включала сразу множество каких-то вот таких вот священных воспоминаний. Ну, во-первых, здесь точно так же, как и в храме Гроба Господня, воспоминали страдания Спасителя, потому что здесь им было положено такое, в общем-то, начало, поскольку здесь Спасителя привязывали, как гласило предание Древней Церкви, каменный колонник к каменному столбу во дворе у первосвященника, пока шел над ним суд во внутренних помещениях дворца первосвященника Каиафы. А Господь в это время ожидал своей участи, будучи привязанным к вот такой вот мраморной колонне, украшавшей собой античные по своей архитектуре строения, в котором жил первосвященник. Так вот именно эта колонна впоследствии заняла место такой важнейшей святыне базилики Агеосион, для того, чтобы поклониться ей, для того, чтобы лобызать ее. Паломники приходили с других концов империи и оставили очень такие любопытные воспоминания о тех святынях, которые продолжала хоронить. Это одна из важнейших христианских церквей. Также здесь паломники прикладывались к той лампе, которая по преданию освящала трапезу, последнюю пасхальную трапезу Спасителя с его учениками. Это далеко не полный перечень и список тех святынь, которые хранились в базилике Агеосиона. Их число пополнилось в V веке с перенесением в этот храм мощей святого первомущеника Стефана, а также Гамалиила Никодима и сына Гамалиила Авива, праведников Ветхого Завета, праведников еще, так сказать, относившихся к Ветхозаветной Церкви по своему происхождению, однако принявших новозаветное благовестие. Мы знаем, что Гамалиил был учителем святого апостола Павла и таким очень большим авторитетом в среде законников и книжников ветхозаветных иудеев. И по преданию Святой Православной Церкви он принял Христа, принял христианство и в том числе у себя в имении, находящемся в горной части Иудеи к западу от Иерусалима, похоронил и побитого камнями первомущеника Стефана, и также упокоил своего друга, праведного Никодима, того самого князя иудейского, который приходил ко Христу для того, чтобы вести с ним полночные беседы, о чем нам повествует Евангелие от Иоанна. Вот их мощи, особенным таким чудесным откровением, были обретены в селение, которое возникло на месте усадьбы Никодима, и затем перенесены вот в ту же самую базилику Агея Сион. Здесь же на Сионе почиталось и то место, где упокоилась, отошла в руцы своего причистого сына, Пресвятая Владычица Богородица. Ну, как повествует ее житие, Матерь Божия нашла свое упокоение в доме, который перешел по наследству от его такой знатный родник Иоанну Богослову. Дом находился также на Сионе по соседству с домом первосвященника. И вот здесь Пресвятая Владычица Богородица проводила свои дни, когда находилась в Иерусалиме. Здесь же она приставилась, и отсюда была впоследствии перенесена в свою родовую усыпальницу, находившуюся в Гефсимании, в Гетшемане, у подножия Елеонской горы. Это событие воспоминается таким торжественным крестным ходом в Площанице Пресвятой Богородицы, совершающемся в Иерусалимской церкви, и по ее примеру и в наших церквях тоже, когда мы совершаем чин погребения Пресвятой Богородицы, чин Иерусалимский по своему происхождению, и обносим крестным ходом вокруг храма Площаницу с изображением успения Пресвятой Владычицы. Итак, вот все эти святыни являлись таким особенным местом поклонения и почитания на Святой Сионской горе византийский период. Ну, к сожалению, как мы знаем, впоследствии на эти христианские и византийские святыни, точно так же, как и на все остальные святые места Иерусалима, обрушилась дьявольская, сатанинская злоба всевозможных нападавших на Иерусалимскую церковь варваров и захватчиков, а святыни Сиона разрушались и самарянами в 529 году, и персами в 614 году, пострадали от распоряжения безумного султана Хакима в начале XI века, ну и затем, конечно, наступило время их такого нового восстановления после того, как Иерусалим в конце XI века оказался захвачен армией крестоносцев. В том числе был перестроен и Сион, и его святыни. Базилики Агеа Сион на тот момент уже не существовало, были только лишь ее руины, и над ними крестоносцы возвели и сразу несколько вот таких вот мест тоже почитания древних святынь Сиона. Отдельно был построен монастырь на месте, как предполагалось, Сионской горницы. В нижней его части находилась такая святыня, как гроб Давида, и до сих пор находится. Но надо сказать, что вообще говоря, по церковному, ветхозаветному, вернее, так сказать, преданию, царь Давид был упокоен в Вифлееме. И даже еще некоторые паломники пишут о том, что именно в Вифлееме видели и поклонялись его святому гробу. Ну, паломники еще и византийского периода. Во времена крестоносцев возникло такое вот буквальное понимание слов апостола Петра, когда он говорит после сошества на него святого духа, упоминая о Давиде, указывает, что гроб его между нами и до сего дня. Вот это между нами, о котором говорит апостол Петр, имеет отношение, конечно, не к тому действительно буквально месту, где он находился в тот момент, когда на Сионе проповедовал собравшимся после сошества на него благодать святого духа, но вот в более позднее время возникло такое вот совершенно буквальное толкование между нами, как вот здесь вот на Сионе находящиеся. Поэтому именно крестоносцы ответственны за то, что на Сионе появилась и вот такая святыня, как гробница царя Давида. Она из себя представляет так называемый кенотаф, то есть памятник, надгробный памятник, который стоит над пустой могилой. То есть самого захоронения царя Давида там нет, и это необходимо иметь в виду и помнить, если вы когда-то захотите это место посетить. Но тем не менее, поскольку, в общем, альтернатив сейчас не предлагается, то многие паломники идут для того, чтобы почтить память первого царя Иерусалима и великого и столь близкого всем псомопевца вдохновенного идут вот на эту гробницу Давида, которая тоже сейчас находится в нижней части того средневекового здания, которое было построено крестоносцами на месте базилики Айгея Сион. Там же впоследствии возникли тоже и монастырские помещения и храм, посвященный Пресвятой Владычице Богородице и Ее Успению, который стал называться аббатством Дармицион или аббатством Успения. И здесь же в XIII веке построили свой монастырь братья-францисканцы, и Сион сделался таким местом, где орден францисканцев получил свою первую штаб-квартиру. Надо сказать, что достаточно быстро францисканцы, сделавшиеся весьма популярным монашеским орденом на Западе, получили от римского папы статус хранителей Святой Земли, и поэтому все последующие такие святыни, которые здесь появлялись, находились под их патронажем, а все остальные католические организации в той или иной степени оказались подотчетными и под таким надзором братьев Святого Франциска. Но вот это монастырское строение, которое францисканцы пристроили практически к старинному крестоносскому монастырю в честь сошествия Святого Духа, несколько раз пытались отобрать мусульмане, в том числе и по наветам иудеев. Иудеи решили в какой-то момент истории в XIV веке завладеть обратно, как им показалось, их древние наследственные святыни гробом царя Давида, и из-за этого возник спор между иудеями и францисканцами. Митяжба это привела к тому, что с XVI века окончательно гроб Давида оказался в руках мусульман, которые сказали, что они тоже весьма почитают праведного Дауда, очень любят его и тоже хотят поклоняться его святому гробу. В результате святыня оказалась и не у христиан, и не у иудеев, а у мусульман. И только лишь в середине XX века, уже после того, как Иерусалим оказался в руках современного государства Израиль, вот кенотав гробница царя Давида стала достоянием уже Израиля, и сейчас это фактически синагога, входя в которую всем мужчинам предложат одеть такие специальные круглые шапочки для того, чтобы они молились там с покрытой головой. Ну, само место горницы Сионской, в которую, как почитали, это место крестоносцы, сошла богатая святого духа на апостолов. Ну, если посмотреть внимательно на ее архитектуру, то совершенно очевидно, что это тоже позднее здание именно крестоносской постройки. Вдобавок еще и обращенное впоследствии в мечети. Поэтому интерьер мечети до сих пор там сохраняется. Там до сих пор виден и Мехраб, это молитвенная ниша, которая указует правоверным направлении их молитвы в сторону Мекки. И Минбар – кафедра проповедника, с которого некогда собравшимся в мечети в сошествии святого духа Мула читал отрывки суры из Корана. Но, к сожалению, в таком виде до сих пор это место и остается. Более того, к несчастью, оно еще оказалось весьма облюблено всевозможными сектами так называемых харизматов, харизматических христиан, всевозможных пятидесятников, тех, которые утверждают о том, что на них сошел святой дух, научил их говорить всякими иностранными языками. Правда, конечно, никакого внятного языка в том мяуканье, которое они издают во время своих экстатических трансов, различить абсолютно невозможно, что глубоко и принципиально отличает их от той проповеди, которую возгласили святые апостолы после сошествия на них святого духа. Но, тем не менее, место это оказалось очень любимым. Подобного рода, с позволения сказать, христианами, в особенности много представителей этих харизматических сект, почему-то образовалась в Южной Корее, где, ну, в общем-то, как известно, просто харизматическое христианство наложилось на традиции древнего корейского шаманизма. И, надо сказать, что совершенно какие-то такие отвратительные, отталкивающие сцены можно наблюдать в этом некогда святом месте, когда, встав в круг какие-то вот эти какие-то корейские пятидесятники-харизматы начинают корчиться от якобы сошествия на них святого духа, падают на пол, бьются в конвульсиях, в истериках, начинают что-то лепетать. И, в общем, конечно, это выглядело настолько безобразно, что в последнее время Министерство туризма Израиля запретило подобные проявления в кавычках христианского благочестия вот в том месте, которое во множестве посещают и обычные туристы, приезжающие в Иерусалим из разных стран. Итак, на месте Базилии Киогея Сион сейчас возникло несколько храмов. Вот один из них относится к монастырю сошествия святого духа католическому, но сейчас он занят такой музейной обстановкой мечети. Но также в начале XX века на этом месте было воздвигнуто небольшое, но такое очень высокое и, надо сказать, довольно изящное по архитектуре сооружение аббатства Дармицион, построенного немецкими бендиктинцами. В начале самом XX века султан Абул Хамид подарил это место своему союзнику, германскому кайзеру Вильгельму II и на его средства с его монаршевого произволения был архитектором Ленартом. Построен такой очень изящный храм, во многом, кстати говоря, с вот такими намеками на византийские традиции архитектуры, которые выразились в его убранстве. Там несколько уровней у этого храма. Есть храм основной, в котором совершаются богослужения, а также, в общем-то, в нижнем подземном помещении находится нижний храм на месте успения Пресвятой Девы, отмеченной статуей, лежащей как бы на смертном адре. И там же можно видеть и раскопки вот того, той базилики Агеа Сион, которые также находились на этом месте. Сейчас многие и православные, в том числе паломники, приходят сюда, потому что, ну, действительно для нас, в нашей памяти, несмотря на то, что место это находится в руках католиков, оно, благодаря своей связи с Пресвятой Владычицей Богородицей, продолжает оставаться священным, чтимым, дорогим. И мы приходим к нашей Матушке Пресвятой Богородице для того, чтобы почтить место ее последнего земного такого вот пребывания, место ее упокоения. Ну, на самом деле, мало кто знает, что помимо вот этих открытых для посещения святынь, в Сионе имеются еще и другие такие весьма примечательные места, в частности, например, это армянский монастырь спасителя XIV века, ну, вернее, до XIV века этот монастырь был в руках католиков, а с XIV века перешел армянам, и там был построен такой внушительный собор, тоже в честь спасителя, на месте дворца первосвященника Каиафы. Надо сказать, что при раскопках было найдено его погребение с эссуарием, на котором было написано его имя, так что это, в общем-то, действительно такое достаточно достоверное место нахождения того судилища, где произносился суд над Господом нашим Иисусом Христом. И также, к сожалению, вот сейчас этот армянский монастырь, он закрыт для посещения, уже много лет там идут какие-то восстановительные работы, и армянская церковь почему-то в продолжении всего этого времени препятствует тому, чтобы паломники посещали это святое памятное место. Она находится прямо на выходе из Сионских ворот, старого города по пути к той части Сиона, где расположены все остальные святыни. Дальше, за монастырем Дормецион, если обогнуть его с правой северной стороны и двигаться чуть-чуть дальше на север, можно прийти к очень большому, такому обширному православному кладбищу. Это, на самом деле, тоже такое довольно для нас с вами важное место, потому что это именно то православное кладбище, на котором нашли упокоение очень-очень многие наши соотечественники. Как правило, все русские паломники, кто умирал во время паломничества на Святой Земле, погребались здесь, на Святом Сионе. Простенький саван, по обычаю Иерусалимской церкви, покрывал тело скитальца и паломника. И в тот же день, когда он представлялся, как правило, его уже и хоронили на этом самом Сионском кладбище. Так что там немало дорогих нашему сердцу русских могил. Ну, а также здесь находится и Сионское семинарие. Это духовное заведение Иерусалимского патриархата. Здесь, кстати, надо сказать, вместе с прочими иерархами и замечательными деятелями Иерусалимской патриархии обучался и святой новомучник Филомен Святогробец. Здесь же в течение 30 лет почивал его тело. Сначала на кладбище, точно так же, как и остальные гробницы на Сионе, которые принимали в себя упокоившихся священнослужителей Иерусалимской церкви, а затем непосредственно после первого обретения его мощей, случившемуся через два года, после его упокоения, у его тела нетленное было положено в храме с той же начальной Троицы. Храм в честь также сошествия Святого Духа, в честь праздника Пятидесятницы, который будет вот сейчас в эти дни отмечать свой престольный праздник. Это храм-семинарии, но это еще и храм-мученик. Во время Интифады 2000 года, когда шли напряженные бои между арабскими, палестинскими повстанцами и войсками государства Израиль за Сионские ворота, здесь шли такие очень тяжелые, интенсивные бои. Их следы до сих пор можно видеть, кстати говоря, на фасаде Сионских ворот. Если вы отойдете немного и посмотрите на эти ворота со стороны, вы увидите, что они просто изрешечены пулями разного калибра, которые просто прямой наводкой били по укреплениям, которые находились здесь у этих Сионских ворот старого города. В какой-то момент израильские солдаты вошли и в храм Святой Живоначальной Троицы на Сионе, православный Иерусалимского Патриархата. И здесь, но просто из такой своей какой-то, к сожалению, ненависти к всему христианскому, начали расстреливать иконы в иконостасе. Но помещение храма небольшое, и случилось такое вот грозное, чудесное, и вразумительное событие. Пули, которые ударяли в иконостас, рикошетом отлетали от него и ранили самих израильских солдат, которые вот решили позабавиться таким жестоким и кощунственным способом. Было несколько раненых, и вот эти поругатели святыни вынуждены были, взяв их на поруки, быстро ретироваться из этого храма. Но иконы до сих пор хранят следы пули. Если подойти к иконостасу Троицкого храма, то можно ясно видеть их пулевые отверстия, входы, через которые они вошли в живую плоть святых икон иконостаса. Но, к сожалению, для больших групп посещение церкви Святой Живоначальной Троицы невозможно. Это все-таки место, где учатся семинаристы, где идет учебный процесс. Поэтому, как правило, те, кто ездил на Святую Землю в составе каких-то больших групп, никогда не попадали в этот чудесный храм и даже, как правило, не знали о его существовании. Туда можно попасть только если вы находитесь в составе совсем небольшой группы, может быть, двух, четырех, пяти человек. Вряд ли администрация семинарий, без, по крайней мере, какого-то особого согласования с руководством позволит войти туда большему числу людей. Но, тем не менее, если у кого-то будет такая возможность поклониться святыням этого храма мученика расстрелянного, то, конечно, это имеет смысл и представляет такую особенную ценность точно так же, как и те погребения, которые во множестве находятся на территории, прилегающей территории сионского православного кладбища. Из тех христианских святынь, которые имеют отношение к Сиону, осталось упомянуть только известную такую церковь святого апостола Петра Ингаликанту. То есть, эта церковь, построенная в память святого апостола Петра, в память его покаяния, когда пением петуха он был застигнут на своем третьем отречении от Спасителя, от которого перед этим совсем незадолго обещал никогда не отвергаться, не отрекаться. И вот с третьим пением петуха совершилось его трекратное отречение, которое повергло святого апостола в глубокий плач, скорбь и покаяние, о немощи человеческой природы, столь изменчивый, столь непостоянный. И вот это место покаяния святого апостола, оно отмечено особым храмом, который, надо сказать, стоял здесь с древности, с византийского периода, тоже еще с пятого века, также подвергся всем возможным разрушением, тоже был восстановлен этот храм в самом начале 12 века, в 1102 году, но в начале 14 века окончательно разрушен, забыт, до тех пор, пока не был обнаружен французскими археологами в 19 веке, и не восстановлен в 1931 году по проекту архитектора Этьена Бубе. Надо сказать, что это вообще совершенно такое необычное по своему архитектурному проекту сооружение. Дело в том, что основание этой церкви намного уже и меньше по площади, чем ее верхние этажи, которых там три. Это удивительное архитектурное решение стало возможно благодаря тому, что часть более верхних этажей архитектор позволил им опереться на те скалы, выступающие камни, скальные породы, которые находились выше, чем основание самого создавшегося им храма. К числу святынь этого храма Петру и Англиканту относят древнюю темницу, которая находится в самом нижнем этаже основания. И там даже сохранились фрагменты библейских псалмов, которые, по всей вероятности, читали бедные заключенные, которые там находились. Ну, а также древняя лестница, дороги или улицы, которая поднималась на Сион и через Сионскую гору вела дальше в Иерусалим, по которой, возможно, ходил Спаситель, но и уж совершенно определенно, что и по ней проходили ноги большого числа тех паломников, которые спешили поклониться святыням Сионской горы на протяжении всех вот этих многих столетий, уже тысячелетий истории христианской церкви, получившие свое благодатное начало, как мы говорили, вот именно здесь, на святой Сионской горе, о которой и посвящен нынешний наш с вами рассказ, нынешняя наша беседа в связи с вот теми праздничными днями, которые ныне мы с вами совершаем, воспоминания великие события, празднования Пятидесятницы, Дня Святой Троицы, Сошествие Святого Духа, с которым мы вас и поздравляем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok